В канун Дня Победы МВД запустила необычную акцию в социальных сетях. Чтобы наглядно оценить масштаб и трагедию Великой Отечественной войны, через призму времени все желающие могут присоединиться к проекту фотопамяти, в котором публикуются военные фотографии на фоне современного города. ID-карта как пропуск в страны Евразийского экономического союза. Беларусь проведет переговоры с государствами ЕС для признания наших карт полноценными документами для въезда. Напомним, биометрические паспорта начнут выдавать с 1 сентября. Они понадобятся всем, кто планирует путешествие. Но для ЕС схему хотят упростить. Для пересечения границы будет достаточно внутреннего документа нашей страны. Иностранцам и белорусам, которые с 8 по 11 мая захотят посетить могилы родственников приграничной зоне, понадобится пропуск. Чтобы его получить, нужно обратиться в Госпогранкомитет или другой территориальный орган пограничной службы. Понадобится паспорт и справка о месте захоронения близких. Для удобства сроки выдачи документов сокращены. Автомобильное топливо подорожало в стране на одну копейку. Литр 98-го бензина стоит 2 рубля 15 копеек. 95-й, как и дизельная, обойдется в рубль 93. За 92-й придется отдать рубль 83. Как отметили в Белнефтехимии, в апреле средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 18%. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют водителям не парковать авто возле шатких конструкций и под деревьями. Также необходимо заранее убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.